Конвенция отримала свою назву по датским городу Орхус, где она была принята в 1998 году. Ее основная задача – дать смахчимость каждому человеку принимать удел о выращении пытаний, связанных с заховой новокольного сиротия. Конвенцию подписали, когда 40 краин света. Сегодня все члены Орхусской конвенции, разом с нашей краиной – Австрия, Великобритания, Испания, Норвегия, Португалия, Франция, Чехия, Швеция, Великий уплыв на ее принятие оказала Чарнобырская катастрофа, коли люди почали потребовать предоставление полной и объективной информации об наступцах аварии. Сегодня органы державной улады могут отмовить у предоставления информации экологичного характера усягу у некольких выпадках. Коли, например, такая информация может оказать негативный уплыв на междержавные относины, погражая национальной безопасности, Те утримливают звездки об неким человеку. До этой же категории относятся и дадзины об местах знаходжения редких видов птушек и живел. Вогули международных погаднений по пытаниях оховы новокольного сиротия шмат, але Орхусская конвенция – документ принципового нового типа. Это погаднение об отказности державы перед своими грамадянами и ее обовязку сопротивничать с грамадкостью як равноправным партнерам. Появляются такие с хорошим экспертным потенциалом группы общественных активистов, специализирующиеся на выполнении положения Орхусской конвенции, общественные объединения организации, которые работают, надо отметить, в тесном сотрудничестве с природоохранными органами и в последнее время и с местными исполнительными распорядительными органами власти. То есть этот процесс очень хороший, он идет поступательно. Неледите на то, что Орхусскую конвенцию Беларусь подписала в 1998-м реально в нашей краине, и она почала працевать в 2007-м, когда были унесены ответные изменения у закона об охове новокольного сиротия, причем те первые органы державной улады повинны не просто обовязково продоставлять грамадянам информацию экологичного характера, али и уличить грамадскую думку при принятии ответных решений, як свечить практика работы Гомельского областного комитета природных ресурсов и оховы новокольного сиротия, это позволяет сразу подбегнуть вопросов, которые вызывают значительный грамадский резонанс. В этом году тут отримали около 200 зворотов, треть из которых тыжится высекание древ. Получается, что мы немного недорабатываем данное направление, не работая на предупреждение появления таких обращений. Это касается не только территориальных органов Минприрода, но прежде всего органов власти, которые должны прежде чем принимать решение о строительстве, реконструкции каких-то объектов, которые затрагивают зеленые насаждения, работать с населением, информировать его, и самое главное объяснять, что в любом случае каждое удаленное дерево будет компенсировано либо денежно, либо его пересадкой, посадкой в другом месте. Олег Сентяров, Игорь Маришенко, Телерадо, компания Гомель.